Так, ребята, вот наша дверь, вот наш номер, вот ступеньки, по которым я сейчас пойду. Смотрите, все дерево, ключи от машины. Я иду. Всем привет. Так, выход. Выход. Ох, красотища. Красотища, красота. Так, мне нужно найти машину. Потому что мы вчера в темноте приехали и даже не видели, как выглядит наш отель и наш номер. Так, ищем машину. Ага, блядь, я в тапках вышла, ё-моё. Я вышла в тапках. Ладно. Так, ёлочки вот такие красивые. Я вам потом постараюсь всё-всё-всё показать. Сейчас настрою яркость, чтобы было поярче. Время где-то, да не где-то, а 7.16. Я не могу больше спать. Приехали мы где-то в 2 часа, наверное, ночи. В 3 только улеглись. Ну и вы поняли то, что я вообще ничего не поспала. Так, вот стоит наша машинка. Стоит наша машина. А вот наш номер. Получается, на втором этаже вот так выглядит наш номер. первый этаж, там он, ну как бы, просто лестница, а второй этаж выглядит вот таким образом. С первого раза открыла. Оооо, мне нужна моя сумка, потому что я вчера не умылась. Особо нормально, без крема, ничего. Ой, спина вообще, спины просто нет. На балкон. Быстренька. Ой-ой-ой. Так. Вот такой балкон. Вот такой вот балкон. Представляете, только я увидела, что вот это вот, думала, бассейн такой вот цвет. Ооо, паучок какой. Вот такая вот, смотрите, красота. Озеро какое-то непонятно природного, что ли, происхождения, но просто сделано специальное, может быть, фильтр очистки. Летит вертолет где-то. Совсем недалеко, по-моему, мне сейчас удастся его снять. Сейчас пойду умываться уже. Посмотрим, где вертолетик. Так, пепельница, это не моя, я не курю. Вот, и здесь вот так вот все. Вот такие окна, два стульчика. Все, конечно, скрипит, потому что полностью деревянное все из дерева. Ладно, пошлите умываться. Вот это вот гремело целую ночь. Пришлось его вырубить из розетки. Вот оттуда начинается вход. Говорю тихо, потому что еще спят. Спят мои. Так, здесь у нас одна кровать. Брали семейный номер с двумя кроватями. Вторая кроватка. На ней еще спят. Телевизор. Холодильник. Потом все расскажу. Стол. Ну и, в общем, вот такой вот номер. Вот балкон. Сейчас покажу, каких он размеров. Так выглядит. Тут, конечно, темновато. Спустилась со ступенек. Кольца. Смотрите. Вот такая вот террасочка. Сейчас я вам покажу немножко. Хотя бы голос прорезался, потому что разговаривала совсем тихо. Когда находилась в отеле, спали еще дети. В общем, спала вся семья. Ну, я как самая такая ненормальная вскочила раньше всех. А мы, по-моему, легли в 3 часа ночи. Наверное, даже чуть позже. И вот я проснулась в 7 часов 30 минут. В общем, ну, практически не спала. Потому что кровать не особо удобная. Такое ощущение, как будто это мой дом. Живу в таком деревянном домике. Ну, деревянный домик, на самом деле, он весь скрипит. Скрипучий. Такой небольшой. Для сруб домов, кто строит, ставит небольшой минус. Бабочек много, мотыльков разных. Виноградник. Сейчас пойдем осматривать немножко территорию. Спускаемся. Елочки красивые. Ну, вот так вот мы заходили ночью. Красота. Так, немножко походим. Розы красивые цветут. Постараюсь вам снять очень более-менее, чтобы вам было интересно смотреть. Потом в описании видео, я сейчас точно не помню, как называется отель. Я обязательно скажу название этого отеля. В общем, у него своя большая территория. И слышно, вот если вы слышите, слышно все равно шум дороги. Но немножко. Смотрите, какие елки. Там какой-то спуск куда-то вниз. Красиво. Солнышко слепит. Елочки красивые. Очень красиво. Тут вообще какой-то... А, это вот сам тот бассейн, который я видела. Ага. Написано летний бассейн. Очень красиво. Очень красиво. Так, кто-то там что-то зовет кого-то. Я надеюсь, не меня. Смотрите. Не буду ее трогать, потому что... Ну, мало ли. Какая-то необычная ягода. Так, пробираемся с вами. Ой. Это что, рыба там была? Слушайте, кто-то плюхнулся. Или рыба, или кто-то. Сейчас будем с вами следить. Кто это? Так, вот он наш балкон. Я так понимаю, на втором этаже. Да. Вот он, второй этаж. И вот здесь мы живем. Ну, как живем. Мы через два часа уже уезжаем. Пахнет вкусно как. А кто же... А, уточки! Так. Самое главное, не засниматься, не засмотреться и не провалиться никуда. Какая красота. Ой, я в паутине. Так. Уточки плавают. Вон они поплыли. Смотрите. Уточки. Ой, хорошие какие. Сейчас покажу вам. Приближу. Маленькие уточки плывут. Хорошенькие. Ой, какая. Ну, я так понимаю, это природное озеро. Видите его, как сделали? Оградили. Идет слив. Возможно, даже и фильтруется водичка. Ну, судя по тому, конечно, какого она цвета, сомневаюсь, что она фильтруется. Но им тут прекрасно. Так, дальше я, я так понимаю, не пройду. Сюда, наверное, наступать не стоит. Ну, я немножечко наступила. Ну, в принципе, тут еще травка. Не травка, а такая земля. Так. Конечно, очень красиво. Я не видела всю территорию отеля. Я не знаю, удастся ли мне снять или нет. Покажу вам уточек таких. Маленькая-малюточка. Хорошенькая. Шикарно, конечно. И вот наш номер. Мы живем, я уже говорила, на втором этаже. Вот он, наш балкон. И, по-моему, наш балкон не с этой даже стороны, да, а вот с этой. С правой, чуть правее. Очень красиво. Так, такое озеро. Ну, доехали. Сейчас расскажу немножко. Ехали мы, в общем, из Воронежа. Выехали, по-моему, в 6 вечера. Может быть, даже, ну, может, там, в 6.15, в 6.20, пока я зашла в пятерочку. И приехали к часу ночи. Все. Где-то, ну, нас разместили. Может быть, мы уже в 2.30, вот так вот. Тут мне показалось то, что мы в 3.00 уже легли спать. Вот, ну, поспали немножко. Достаточно. Такое ощущение, как будто я нахожусь, я, знаете, какой-то депутат, и нахожусь в таком месте, в крутом. Ну, в таких отелях мы еще ни разу не ночевали. Лесной отель. Просто шикарно. Я в шоке, я в восторге. Красиво. И в озеро. И в озеро красивое. Посмотрите, какое. Покажу вам очень красивую природу. Таких елок я еще не видела. Посмотрим. Теперь главное... Ой, в паутину опять влезло. Пауки тут какие-то странные. Такие, знаете, уже более южные. Может, даже есть какие ядовитые. Я не знаю. В общем, теперь из этого отеля мы будем, ну, где-то в 10 утра нам надо выехать. И, ну, примерно столько же по времени. Вот мне писал подписчик. Ехать от Воронежа, получается. Сколько он мне написал. Бассейн красивый очень. Ехать от Воронежа до Ростова 7 часов. Так оно примерно и вышло. Вот. А теперь, значит, ехать от этого отеля тоже где-то часов 7. Может быть, даже не 7, а и больше. Мне кажется, что больше. Это наш бассейн. Вот я стою у бассейна. Красота. Но тут, конечно, меня будет не видно. Надо обойти и показать сам бассейн и водичку. Главное не упасть. Я и плавать-то и не умею, блин. Так. Да, оттуда, наверное. Сейчас кто-нибудь увидит, скажет. Скажет точно блогер. Вот такой бассейн. Ну, глубина такая, видите, на 4 порожка. Небольшой бассейн, наверное, по шею. Я так думаю. Вот. Вот такой у нас вид, в общем, из номера. Пойдем дальше под ним. Сходим, что там. Я решила чуть посидеть. Отдохнуть у отеля. Потому что, ну, такой реально красоты, ребят, я нигде не видела. Ну, наверное, только по телевизору. В каком-нибудь фильме. Пролетают самолеты. Прямо над нами. Сильно, сильно вчера, конечно, было уже тяжело ехать в машине. Вот еще что-то летит. Вертолеты какие-то постоянные. Ну, в общем, пока мы ехали по трассе, видели танки с буковкой В. Потом на заправке тоже над головой пролетел самолет. Прямо очень низко. На заправке мы останавливались, чтобы, ну, там, 5 минут хотя бы ноги размять, передохнуть, сходить в туалет. И к нам подошел вчера какой-то мужик. Ну, видимо, попросить денежку или что-то там ему понадобилось. Ну, я видела у него в руках там 300 рублей, ему на что-то не хватало. У меня была детская сидушка в руке, и мы потеряли сланец. И вот он мне попался под горячую рульку. Я, короче, его послала, ну, так, вежливой форме. И думала, это сидушка просто его охреет. Потому что он подошел и начал просить что-то там невнятно говорить. А, знаете, вот они начинают что-то выпрашивать. Окно открыто переднее. И глаз да глаз. Следите внимательно. Вот есть тоже. Ездите, останавливайтесь. Следите внимательно за документами, за вещами. Мы сумку вообще с документами из рук никуда не выпускали. Вот. Поэтому мужичок попался мне под горячую руку. Ну, не знаю, что это будет влох-невлох. Но вот так вот, видите, вот такое место. Сейчас я вас со всех этих, со всех ракурсов в какой-то такой усадьбе. Очень, конечно, красивый. Я такого реально еще не видела. Но это такой, знаете, притрассовый, как сказать-то правильно. Около трассы находится отель. Чуть-чуть, конечно, надо было отъехать от трассы. Но все равно чуть-чуть шум дороги слышно. Но территория огромная. Это не эти, не календулы. Это бархатцы. Это бархатцы, видите, какие. А я уже ослепла и говорю вам то, что это календула. Но тут можно заблудиться, да. Так, поэтому, чтобы мы не заблудились, выходим с вами, как шли. Вот под таким ступенечком. Кто-то на меня сел. Ой, 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 все в паутине, слушайте. Тут за ночь, наверное, пучки плетут свои сети. Сети для блогеров плетут, чтобы тут меньше шастали. Так, вот поднимаемся. Вон она, наша машинка стоит. Прямо около номера. Ну, как-то так. У меня есть режим, такой переворот экрана. Очень удобная функция. Ну, все в елках. Все в елках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это самая лучшая поддержка для моего канала. Ой, сейчас маме надо написать. Она там написала про собачку. Что гуляли с собакой они с 6.45 утра до... Ну, короче, полтора часа, по-моему, до 8 часов утра, что ли, гуляли. Не знаю, что так долго, но собака все сделала свои дела. Самое главное, что собака осталась. Я очень долго думала над этим. Она осталась дома. Вот. И ей так, конечно, проще. Так, там какой-то шатер, говорили нам. И есть завтраки. Есть завтраки. Вот такая вот тут территория, смотрите. Приехали, заказали себе сразу в номер. Успели до 12 часов заказать. Когда еще я ехала по трассе, я позвонила и заказала еду. Ну, покушали. В общем, поели и... Ну, посмотрим потом, зашла нам еда или нет. Мы об этом узнаем только, наверное, через 10 часов, а то и больше. Так, все, в принципе, все вкусно. Ой, я не могу. Можно снимать вечно. Смотрите, какая красота. Куда дальше идти, я не знаю. В общем, тут вот таких вот небольших, ну, как небольших, необычных домиков очень много. Вот. Здесь такая тропиночка. Все в зелени, все в елках. Запах, вы не представляете, мы вчера сюда вечером приехали. А, вот ресепшн. Это где мы вчера были и нас размещали. И вот так вот, вот так мы выходим из ресепшна и идем. Идем к номеру. Ну, я больше не буду, в принципе, всю территорию вам показывать. И так понятно, что тут красота. Тут, в принципе, понятно. Домик. Через какое-то место еще домик. И вот таких вот несколько штук, как я поняла. Вот. А может быть, и он один, я не знаю, слушайте. Потому что это ресепшн. Наш дом. Вот наш отель. Двухэтажный. Хотя, с той стороны обходишь, он как бы трехэтажный. Не особо я, конечно, поняла. Здесь, вроде бы, у него два этажа. А вот, когда я спускалась вниз, вам показывала, то там три этажа. Так, это у нас тоже машинка, видите. Какой регион, не знаю. Вот написано шатер. Туда, наверное, куда-то идти на завтрак. Ага, вот еще, видите. У нас там вход по ступенькам. А это вот еще кто-то живет. Но я не думаю, что на такой территории большой находится всего лишь один такой домик. Мы проезжали, по-моему, их там много. Я вот сейчас специально попробую пройти еще и посмотреть, есть ли там еще домик. Рецепшн, нижняя баня, командирский дом, шатер, большая гостиница. Так, надо запомнить. Табличка и наш дом. Ага. Сейчас глянем. О, как красиво. Не знаю, куда-то иду. Куда иду, непонятно. Мне просто интересно, есть ли тут еще такие домики или тут всего один такой. Потому что вчера мы заезжали, мне показалось, что территория огромная просто. Так, вон наше озеро. Так, ну это какой-то, видите, домик недостроенный. Ага. Недостроенный домик. Наверное, еще будут домики. Нет, тут 100%. Еще есть домики. И он не один. Я далеко уходить не буду. Вот написано ресепшн, деревянный причал, пожарный водоем. Пожарный, пожарный водоем, ясно. Там дальше дорога куда-то пошла на спуск. Вон, видите. А здесь, видимо, на выезд. Ну ладно, пойдемте. Не будем экспериментировать. Нам это ни к чему. У меня есть на этом телефоне функция переворот экрана. Вот, видите, как я и сказала, доделывает домик. Воздух хоть подышать. В машине, конечно, вчера была полная задница, потому что я как раз-таки ее и отсидела. Ну, невозможно было. Мы ехали сзади. Спереди я поеду, когда уже непосредственно доедем до Крымского моста. Я там пересяду. Сразу в машине я пересаживаюсь. И я не буду... Ну, мы не будем останавливаться, потому что там постоянное движение. Крымский мост. Нельзя останавливаться, я знаю, на нем. Вот. Ну, в общем, вот такой вот отельчик. Кому будет интересно, вот Ростовская область. Название напишу под видео. Я сама еще не знаю название отеля. А на ресепшене даже не знаю то, что я одно снимаю. Но я снимаю для себя. Это не реклама, я снимаю для себя. Вот. Как бы такой, знаете, честный отзыв. Вот такой вот отельчик. Красиво. Очень красиво. Очень красиво. Сейчас так не получится, конечно, снять. Вот так, наверное. Так тоже надо к солнцу, чтобы. Ну, ладно. Вот уже сняла его более-менее. И так понятно. Так, ну что? Ну, мне понравилось там. Я, конечно, бы хотела еще туда сходить, но тут вот пока сяду, посижу. Птички поют. Красота. Красота. Так, ладно, пока на этом все. Дальше дорогу я уже буду снимать другой, видимо, частью. В общем, пока, пока, всем пока. Ставьте лайк, не забывайте. Не забывайте подписываться. Вот у нас выход на балкон. Своя терраса. Паук, который плетет паутину. Пытался его сфокусировать. Блин, он не хочет. Вот наш вид. Выход на балкон. Представляете? Вот так красиво. Вчера ночью, когда приехали, ничего этого не видели. Дяденька там купается. Сосед наш. Ну, как сосед, по другому крылу дома. Ой. Очень красиво. Так вот. Виды шикарные. Жалко, конечно, уезжать. Жалко, уезжать. Ну, сейчас посмотрим, что будет за второй отель. Все вам попробую снять, показать подробно. Так что вот так. Домик такой деревянный. А, насчет завтраков. Завтрак, завтраки находятся на ресепшене. И сейчас пойдем на завтрак. А вчера, когда мы уже приехали после 12 ночи, мы заказали себе еду. Потому что уже, ну, на ресепшене тот ресторанчик маленький, он закрывается. По-моему, до 12 работает. Ай, ну, все, пока. Так, собственно, вот такая вот ванна у нас. Здесь окошко, вы видите, огромное джакузь. Ну, как огромное, мне лично огромное. Мы в нее не садились, просто там кому надо помыться, помылись и все. Есть вот такой наборчик гель-души без крема. Так, здесь у нас, что, шкафчики различные, все под дерево. Раковины, есть горячая вода. Что вам еще показать? Фен. Фен есть. Я вот такая вот поели на завтраке кашу. Очень вкусная, огромные порции. Так, полотенчика, свет, что еще? Биде, по-моему, это называется. И унитаз. Очень большая, это семейный номер, очень большая ванная вместе с туалетом. Вот. Очень красиво, вроде бы все. Шкафчики, ящички. Видите, как все сделано? Шикарно, конечно. Вот, видите, каньон. Вот так называется поселок Янтарный, улица Лесная, 5. Так называется. Водопадный улица Янтарная. А, водопадный? Ну, по картам водопадный. Ага. Улица Янтарная. Ладно. Сначала отходи с ним. Хорошо. Смотрите, какая красота. Уточки на озере. Наверное, рыба есть. Конечно, я видела, кто-то плюхнулся, но это вряд ли была утка. Беспокоится, не шик, конечно, плюх. Спасибо. Спасибо.